Учебный год начался, в парке Ривьера раздаются музыка и звонки, смех школьников. С ребятами работают аниматоры, мальчики и девочки соревнуются в надувании самого большого воздушного шарика и весёлых стартах. Именно так в течение лета работали развлекательные площадки по всему городу. Всего их было 123, из них 43 культурной направленности. В библиотеке, музее, парке и домокультуре во всех районах курорта ежедневно собирали десятки ребят. Проводились спортивные состязания, театральные и развлекательные мероприятия. Таким образом, в культурном досуге были задействованы 340 тысяч детей. Спортивные игры, уроки безопасности и походы на водопады остались надолго в памяти школьников села Верхняя Беранда. Директор Дома культуры Аза Читьяны сегодня не удержалась от желания ещё раз сыграть в настольную игру. Мы работали с детьми, а дети, конечно, нам дают большой заряд. И вот, проходя тут мимо, меня молодой человек соблазнил на игру в нарды. Я решила с ним сыграть. Вернуться на один день в каникулы удалось благодаря завершению программы «Лето на отлично». Подведение итогов работы культурно-развлекательных площадок состоялось в парке «Ривьера». Всегда важно анализировать итоги работы. И это мероприятие – это действительно такая финальная точка летней программы. И мероприятие проводится для того, чтобы подвести итоги летнего сезона. И, конечно, чтобы сделать новый задел на новые культурные мероприятия уже учебного года. Лучших руководителей учреждений культуры наградили благодарственными письмами от главы города и памятными подарками. За организацию культурной программы «Лето на отлично» был отмечен парк «Ривьера». А работа Азы Григорьевны была признана в номинации «Лучшая сельская площадка». В целом, каждый район внёс свою лепту в организацию культурного досуга. Основное подведение итогов летнего сезона состоится в середине сентября. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.